МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для вас работают телефоны прямого эфира 511-99-66, а также телефон для ваших бесплатных звонков 8 800-532-55. Звоните, задавайте свои вопросы. А также приглашаем вас принять участие в голосовании в нашей группе ВКонтакте медиаканал эфир 24. Заходите и оставляйте свое мнение и комментарии. Ну и тема достаточно сложная, поможет нам в ней разобраться эксперт сегодня в нашей студии, вице-президент Академии наук Республики Татарстан Вадим Васильевич Хоменко. Итак, Вадим Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Тема действительно непростая, попробуем в ней разобраться, нам необходимы будут ваши комментарии. Итак, есть проект бюджета на будущий год. Есть ли его сравнивать с цифрами, показателями бюджета на этот? Что мы видим, в чем разница? Ну, бюджет следующего года, 16-го года, он сверстан в условиях достаточного риска развития событий, как на международной арене, так и в России. И тем не менее, он сверстан с определенными положительными изменениями с точки зрения и роста бюджета, и увеличения социальной доли. Но, как вот неоднократно подчеркнуть, с определенным дефицитом. Дефицит бюджета составляет где-то 5,8 миллиарда рублей. Мало или много, очень часто, так сказать, этот акцент выносится на первый план. Вот есть дефицит бюджета. Ну, в конце концов, есть нормативы, соответственно, которые определяют предельные размеры дефицита. Но в данном случае оперируют показателем инфляции. То есть не выше показателя уровня инфляции. Значит, соответственно, если мы имеем в виду дефицит 5,8 миллиарда рублей, около 3% от величины бюджета, это не так уж и много. Это не так уж и много. По международным, так сказать, параметрам, даже достаточно сильных стран, 2-3% бюджетного дефицита, не та величина, которую можно считать критической. Она вполне погашается в текущем порядке за счет выпуска цены, бумаги, кредитов и так далее. То есть вы хотите сказать, что это величина 5 с лишним миллиардов, это для Татарстана не критичное значение, а вполне допустимо? Удельный вес по отношению к бюджету не критичный. Ну а в остальном бюджет ориентируется на, конечно, показатели цены на нефть, потому что это так же, как и российский бюджет, основа экономики, экспортная позиция России, это углеводороды. И поэтому, как бы нам не хотелось оттолкнуться от иной позиции, но пока вот так. Пока вот так. Значит, цена на нефть, которая закладывается в данном случае на уровне 60 долларов за баррель. Вот это та отправная точка, которая тоже является предметом дискуссии, выйдем ли мы на эту цену в 2016 году, либо мы на нее не выйдем. Вот примерно в условиях каких параметров формируется данный бюджет. Но если сравнивать с показателями бюджета этого года, доходная и расходная часть, насколько она изменилась и насколько он более пессимистичный или оптимистичный прогноз на будущий год? Вы знаете, я бы оттолкнулся от другого. Я бы оттолкнулся от той цифры, которая была заложена в прошлом году, когда верстался бюджет 2015 года, и когда закладывались нормативы бюджета на 2016 год. Вот тогда была заложена величина дефицита 8 с лишним миллиардов рублей на этот год. А сейчас ниже. Поэтому я думаю, в общем-то, вот такой сценарий выстраивания бюджета на определенной роли говорит о том положительном запасе и прочности, которую имеет этостанская экономика. То есть, получается, экономика региона выросла лучше, чем ожидали в предыдущий год? Мы потенциал набрали лучше, чем мы ожидали, даже в условиях развертания этого кризиса. Ну вот при формировании... У нас есть сваночка с судьями подказывать режиссера, мы продолжим обязательно. Буквально сейчас он сорвался, я думаю, что перезванет телезрителям. Сейчас хотелось бы обсудить следующий момент, от каких макро- и микроэкономических показателей зависит формирование нашего бюджета в пределах России и в мире. Ну мы за отправную точку берем, с одной стороны, вот цена на небе, да, а другие отправные точки это рост нашего, соответственно, в данном случае, когда о России говорим ВВП, а по отношению к Татарстану ВВП, воловой региональный продукт. Вот параметры минувшего года, российские и, соответственно, татарстанские. Российские гораздо хуже, чем татарстанские. То есть, по предварительным оценкам, на небе будет еще корректироваться, значит, объем снижения ВВП в России составляет около 4%, 3 с лишним процента за этот год. Снижение, соответственно, татарстанского ВВП менее процента. То есть, цифры лучше. Ну и прогноз на следующий год выстраивается по отношению к России. Здесь разные мнения, но, во всяком случае, они постоянно корректируются, в том числе и позиции Минэкономики России. Ну, величина, видно, далеко не будет уходить за процент, если даже рост будет ВВП. По Татарстану закладывается рост ВРП свыше 2%. То есть, это опять тот плюс, который выделяет экономику Татарстана на общем фоне экономики России. Но то, что касается ВРП, валово-регионального продукта, темпы все-таки не такие высокие, как вы говорите, что по России мы, в принципе, в числе лидеров. Есть ли какие-то точки роста для экономики региона нашего? Ну, конечно. Ведь когда сейчас говорят об экономике России, говорят, посмотрите, какая корреляция жесткая между ценой на нефть и изменением соответствующих макроэкономических программ. Это говорит о том, что других факторов сильных роста, в общем-то, пока нет. Не создана альтернатива нефтяной зависимости той, которая нас удовлетворила. Татарстан, так сказать, он, во-первых, имеет экономику достаточно деферсифицированную, не только сырьевая добыча, но и глубокая переработка сырья, развитие ряда других производств, создает меньшую, может быть, зависимость от этого сырьевого фактора, хотя он очень стильный, меньше. Плюс, так сказать, инновационное развитие, которое закладывается в основном развитии экономики, оно и определяет несколько иные тренды, в отличие от растительных. Хотя, я подчеркиваю, зависимость сырьевая сохраняется в том и другом случае, но степень этой зависимости, уровень, он разный. То есть, в Татарстане уровень зависимости от продажи сырья углеводородного ниже, чем по России? Потому что мы переходим на второй этап использования сырья, это внутренняя переработка сырья на системе нефтехимических производств. Это вот тот тренд, который будет определять инновационные развития Татарстана на перспективу, потому что это высокая инновационная сфера, сфера глубокая нефтехимия. Ну, а о перспективах развития региона поговорим чуть позже. У нас есть первый дозвонившийся, напоминаем, телефон прямого эфира 511-99-66, а также 8-800-532-55. Итак, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вас беспокоит Валерий Александрович, житель города Казани. Я, как говорится, рожден в Советском Союзе. У меня вопрос. Раньше составлялся план и бюджет на 5 лет, пятилетку. Потом, я смотрю, стали составлять на 3 года, а сейчас мы составляем бюджет только на год. Мы что, очень так сильно зависим от нефти или мы дальше, как говорится, своего носа не видим? А ведь по плану, помните, работали? Как говорится, и по плану выполняли, и стройки шли, и, в общем-то, и СССР процветал, в общем-то. Вопрос такой. С чем связано сейчас планирование только на год? Спасибо. Да, спасибо большое. Действительно, резонный вопрос. Мы ушли от трехлетнего планирования, перешли на однолетний бюджет и план. С чем это связано? В принципе, никто пока не отменял трехлетние оценки прошлого года на ситуацию. С семнадцатого года они имеют место. Другое дело в том, что мы вступаем в период высокой неопределенности экономического развития, связанного с определенными политическими рисками. Вот эта неопределенность и накладывает свой отпечаток на ситуацию следующего года. Трудно предсказуемая ситуация в условиях высокой уровня глобализации России в мировой экономике. Мы очень зависимы. И так как ситуация в наших взаимоотношениях с нашими партнерами, потенциальными, будущими и так далее, она недостаточно прогнозируема, вот отсюда и невозможность точного прогноза на 2-3 года вперед. Вот посмотрите, как играет цена на нефть. Да, мы знаем свой минус. Да, экономика не перестроилась в той степени, как бы мы хотели на инновационный путь развития. И, соответственно, зависимость рвать сохраняется. Но цена на нефть колеблется, вы видите, очень сильно. Сейчас она чуть больше 47 долларов за баррель. Отметка в следующих годах, так сказать, 60, это правительственная по линии России. Есть мнение экспертов, что этого не будет, будет 55 и так далее. Отметки постоянно меняются, потому что на них влияет комплекс факторов, влияющих на цену на нефть. В этом отношении можно сказать однозначно, да, если бы мы имели другую структуру экономики, не сырьевую, если бы мы имели тот контрсвязи более дезинфицированный, который мы сейчас выстраиваем, ситуация с прогнозом выглядела бы лучше. В данном случае она хуже. Я думаю, что мы ответили на вопросы нашего телезрителя. Обязательно звоните, задавайте свои вопросы, мы обязательно на них ответим. Ну а пока хотелось бы перейти к следующим цифрам. Вы говорили о отметке 60 долларов за баррель, заложенных в бюджете. А что касается доллара и инфляции, какие там показатели, что примерно ожидает правительство республики. Мы ведь тоже зависим от этих показателей. Да, мы зависим. Но пока можно считать так, что корреляция между ценой на нефть и курсом рубля абсолютно жесткая корреляция. Жесткая. Сохранится ли она в перспективе и выгодно ли это нам? Ну, вы знаете, наверное, зависимость будет сохраняться. И дальше, потому что я говорю, это зависит от структуры экономики. Раз на первом плане сырьев, соответственно, зависимость есть. Но как бы вопрос в плюс или в минус. Но есть и плюс, есть и минус. Минус однозначно – это инфляция. Ослабление рубля – это инфляция и все процессы, которые сопутствуют инфляционным процессам. Увеличение банковской процентной ставки и так далее. Что накладывает свой отпечаток на развитие экономики. Ну, а это минус. А в плюс – это своеобразная компенсация за падение цены на нефть. То есть при обратной конвертации ослабленный рубль, он дает большую рублевую массу. Ну, вот своеобразный компенсатор. Ну, компенсатор, конечно, который у нас устраивать, в принципе, не может. Потому что сырьевая экономика, она и дальше будет подвержена соответствующим рискам падения, снижения курса национальной валюты, будучи привязанной к цене на нефть, которая не является постоянной величиной. Она постоянно колеблется. – Хотелось бы разобраться и в доходной и расходной части бюджета. Говорят о том, что наш бюджет продолжает оставаться социально ориентированным. Что это значит для республики и в чем выражаются эти цифры? – Да, ну вот социальная составляющая бюджета в этом году поднимается до 70% по сравнению с 68% в прошлом году. Значит, такие отрасли, как образование, здравоохранение и так далее, они будут иметь дополнительное в удельном весе финансирование. Ну, в принципе, социализация бюджета, социальная направленность – это всегда только плюс. В конце концов, бюджет и нацелен на обеспечение социальной направленности развития общества. Это основная его функция наряду, так сказать, с устроением системы защиты правопорядка, обороны и так далее. Социальная направленность бюджета. Второе, конечно, это инновационная направленность бюджета. Вот здесь тоже хотелось бы, чтобы такие же акценты расставлялись, имели место. Когда мы говорим, что бюджет социально ориентирован, он инновационно ориентирован, тогда мы будем достигать тех целей, о которых мы говорим. У нас есть еще один дозвонившийся. Итак, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот говорят, я слышал о том, что такие республики, как Татарстан, ну, то есть с положительной динамикой, они будут республиками-донорами. Вот в бюджете заложено, что мы будем еще кому-то помогать, или все средства все-таки останутся в нашей республике? Благодарю вас за вопрос. Ну, я думаю, ситуация, связанная с отчислением большей части налогов, федеральный бюджет, с обратным возвратом этих средств, в виде различных межбюджетных трассов, эта ситуация будет сохраняться. Поэтому, фактически, являясь сильным регионом, который в существенной степени пополняет бюджет России, при нынешней системе, значит, отчисления налогов в федеральный бюджет, структура прошлого года 70-30, скажем, 70% налогов мы принято отправляем в федеральный бюджет, вот при этой ситуации, фактически являясь, скажем так, донором, формально мы будем являться рецепиентами, получая из бюджета, так сказать, соответствующие, значит, транспорты. Если бы ситуация в системе межбюджетных отношений была бы другой, мы бы, наверное, уже и формально были бы регионом-донором, наверное, так. То есть потенциал у нас есть, но немножко другая система межбюджетных отношений? Другая система. В России очень большой межбюджетный транспорт, понимаете. Вот этот процесс движения средств, вначале федеральный бюджет, потом возврата в регионы, даже в сильные регионы, побуждает, так сказать, нас, говоря о том, что эта система не всегда подталкивает регионы действительно к эффективному хозяйствованию, развивает зачастую позиции ежедневенчества и так далее. Вы знаете, за многие годы существования такой модели, уровень развития регионов в диспропорции, они существенно не изменились. Те, кто, так сказать, показывал себя хуже, они так и показывают, многие из них хуже, понимаете. То есть массовый перелив средств, так сказать, не подвигает регионы к лучшему хозяйствованию на местах. Я бы сказал так. То есть это никакой положительной динамики им не дает, и, в принципе, наверное, нужно пересмотреть всю систему бюджетных. В определенной степени это необходимый шаг, оно так везде делается, потому что есть разные объективные условия для хозяйствования, но когда процесс носит постоянно массовый характер, конечно, это побуждает регионы смотреть на ситуацию по-другому. То, что касается доходной части бюджета, за счет чего она в основном пополняется, основные источники пополнения, и какие, возможно, отрасли наиболее интересны для Татарстана? Ну, конечно, у нас есть основные источники отраслевые. Это предприятия уже теперь не только добывающие, а и обрабатывающие промышленности. Вот те предприятия переработки нефти, машиностроительные курсы, они являются основными с точки зрения формирования бюджета республики. Есть, так сказать, в отрасли, которые мы вынуждены поддерживать, скажем, сельское хозяйство, ряд других. Но основа, так сказать, для республики, это система добычи, переработки нефти, машиностроительные комплексы. Это была основа, она так и сохранится на перспективе. То есть ухода от вот этой сырьевой зависимости не предусмотрено? Нет, 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 не так. Значит, уход от сырьевой зависимости предусмотрен в спектре переработки нефти на месте. Нижнекамские заводы, мощнейший нефтехимический комплекс, который состоится в республике, он как раз формирует вот тот вариант поворота от только добычи нефти, ее переработки, а переработка нефти, это и есть высокие технологии, это и есть уход, так сказать, от нефтяной зависимости. Когда мы продаем не сырую нефть, а продаем продукты переработки нефти, это и есть уход от нефтяной зависимости. Вот на эти виды продуктов колебания уже цены на нефть в меньшей степени отражаются. Спасибо большое за ответ. И мы сейчас переходим к голосованию в нашей группе ВКонтакте. Сегодня мы спрашивали наших телезрителей, ожидается ли, что бюджет будет социально ориентированным, и в какую сферу, на их взгляд, следует направить наибольший объем средств из бюджета. Итак, образование, культура, массовый спорт и какие-то другие варианты, пока образование лидирует в списке тех источников, куда бы наши пользователи отправили средства из бюджета. На ваш взгляд, куда все-таки стоит перераспределять средства в социалке? Я согласен с мнением наших слушателей, вполне согласен. Основа все-таки это образование. Если мы хотим иметь высокий темп развития, хотим войти в систему инновационной экономики, то главное, что будет определять, это действительно образовательный уровень населения. И поэтому вложение средств в образовательный комплекс является с точки зрения приоритетов, конечно, основными. Конечно, здоровье, конечно, культура. На образование все-таки впереди. То есть вы согласны с нашими пользователями и проголосовали аналогичным образом? Абсолютно. Так, сейчас я бы хотел процитировать слова президента республики. Тарстан перед утверждением бюджета этого года. Он неоднократно говорил о том, что нас ожидают сложные времена. Так вот, эти сложные времена, они уже прошли? Мы уже прошли этот сложный этап для региона? Или мы еще в предвкушении наиболее сложных финансовых потрясений? Я сейчас бы не сказал о потрясениях. Я бы сказал о том, что мы еще не прошли эти времена. Мы видим, ситуация осложняется. Или осложнялась на протяжении 2015 года. Это связано и с снижением цен на нефть. Это, соответственно, с снижением ВВП в России и так далее. Другое дело, что, как сказал президент России, происходит адаптация. Мы начинаем адаптироваться к этим условиям. У нас находятся другие источники развития. И вот, однозначно, по мнению большинства экспортов, в 2016 год он будет определяться уже стабилизацией экономических процессов. Другое дело, что если правительство России говорит о небольшом росте, то мнение ряда экспортов международных организаций, скажем, несколько, может, менее оптимистичны. Они говорят о том, что, возможно, небольшое снижение даже. В любом случае никто не говорит о снижении, скажем, на 2, 3, 4 процента. Если есть, то небольшое, менее процента. Ну, а по мнению ряда специалистов, это будет рост небольшой, но рост все-таки. Это говорит о том, что обвала не будет, будет закрепление где-то на том уровне, который достигнут, и постепенно начало положительного тренда в экономике. Долг перед федеральным бюджетом у нас продолжает оставаться достаточно внушительным. Не тяжело ли будет республике погасить его? Потому что он продолжает в том числе и увеличиваться за счет массовых спортивных мероприятий, которые мы организуем. И эти помощи с федеральным бюджетом продолжают у нас расти. Да, ну, часто говорят, что долг большой, да. Но надо разобраться в структуре долга, в его условиях к предоставлению. Это обычно долгосрочные соответствующие суммы заемные с невысоким процентом и с возможностью реструктуризации. Вот при той динамике, которую республика имеет, тут достаточно сдвешенные позиции в отношении и выдачи этих средств, и их погашения. А ожидается ли возможное увеличение самого дефицита бюджета по ходу самого текущего года по неблагоприятному сценарию? Вот мы эту отметку 5 миллиардов, наверное, можем превзойти? Вы знаете... При каких ситуациях это может превзойти? Еще раз, фактор неопределенности на будущий год, он сохраняется на высоком уровне. Это связано, я бы первое еще сказал бы, с политическими событиями. Потому что вы видите, значит, нефтяной тренд напрямую связан с событиями на Ближнем Востоке, в зоне основной добычи нефти. Как там будет развето это событие? По какому тренду они пойдут? Сложно предсказать. Сложно предсказать реакцию, так сказать, зачастую западных стран в отношении дальнейших ограничений, в отношении всей России и так далее. Вот поэтому в этом и заключается сложность соответствующего прогноза. Я изначально говорил, что на три года очень сложно. Даже на год сейчас ситуация сложность прогнозирована. Другое дело, что мы должны иметь достаточное количество резервов и гарантий, чтобы если мы уходим в минус от тех отметок, от которых говорим, чтобы мы имели возможность компенсации этих ущербов и убытков, которые возникают в этом случае. То есть наличие наших страховых гарантийных запасов государственных, корпоративных, создает нам подушку безопасности. Ну и плюс подушку безопасности создается по ходу, в процессе движения нашего вперед, по мере выстраивания новых контактов с зарубежными странами, поиска новых партнеров, по линиям привлечения уже в течение года дополнительных инвестиций. О чем говорит президент России? Значит, о том, что правительство России фиксирует повышенный приток инвестиций в конце этого года. Но это создает определенный запас крочности экономики. Инвестиции пошли, западные партнеры хотят с нами сотрудничать. Тот режим ограничений, он был вызван не желанием компании с западной, большинство ставим, а определенной, так сказать, политической конъюнктурой, которая накладывала, соответствующий отпечаток на взаимоотношениях России и западных стран. Бизнес хочет с западной работать здесь. И, в принципе, бизнес и определяет в конечном итоге крупный бизнес, позиция самого правительства. Бизнес заставляет правительство, значит, выстраивать те отношения, которые выгодны для него. Ну, подводя некие итоги нашей программы, нашей беседы, хотелось бы услышать ваши прогнозы относительно уровня цены на нефть и уровня цены на доллар, когда мы можем понимать, что наступает тяжелое время для республики. Вот та нижняя отметка, до которой может упасть эта цена. Ну, вы знаете, нижняя отметка, наверное, поделяет все-таки не нами. Есть, если мы говорим о нефти, есть страны, основные, добывающие страны, экспортирующие нефть. Это страны Ближнего Востока. И в этом отношении сориентировка на их мнение надо выстраивать уже. Это понятно, но все-таки цифры, сколько долларов за баррель, грубо говоря, и сколько рублей за доллар мы можем ожидать, что будет понятно для нас. Я думаю так, вот мы сейчас выживаем при отметке свыше 47 долларов за баррель, да, нынешняя отметка. Ну вот, пока выстраиваем прогнозы, соответственно, исходя из этого. Понижение этой цены можно ожидать до уровня 40 долларов за баррель. Но при том, если так сказать, мировое сабрельство не предпримет никаких мер, направленных на стабилизацию цены на нефть. Если так, во что я не особо верю. Потому что 40 долларов за баррель – это отметка, при которой уже бюджеты арабских стран начинают испытывать большой дискомфорт. Тот тренд, который сейчас выстраивается в ряду событий, он говорит о том, что цена на нефть растет. Значит, уже хуже не будет. Цена на нефть будет растет. Но до какого уровня она вырастет, сложно сказать. Но во всяком случае, когда нам выстраивают отметки 80 долларов за баррель через несколько лет, здесь возникает вопрос. Ну а то, что, так сказать, цена, возможно, при нынешнем тренде уйдет за 50 долларов за баррель, это возможно. Но еще раз подчеркиваю, события могут развиваться по разным сценариям. Угадать все сейчас нельзя. Мы остановимся на тех событиях, которые наиболее являются достоверными, я сказал бы так. Итак, Вадим Васильевич, большое спасибо вам за беседу. Напоминаю нашим телезрителям, что мы сегодня обсуждали бюджет будущего года республики. В студии был вице-президент Академии наук Республики Татарстан Вадим Васильевич Хоменко. На этом мы с вами попрощаемся. Смотрите нас по будням ежедневно. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»